В моем автомобиле сломалась запчасть турбина марки Subaru. Я решил найти эту запчасть в интернете, потому что стоимость высокая и надо найти подешевле. На сайте avito.ru я нашел объявление продавца из Владивостока, который предлагал эту запчасть на уровне в два раза ниже цена, чем в Новосибирске. Как бы это подкупило, фотографии хорошие, со всех ракурсов. Позвонил продавцу, представился, вполне владел вопросом, говорил все грамотно, мы обговорили цену. Я спросил, как это сделать, он сказал, что надо положить средства на сберкарту, которую номер напишет на смс. Я, собственно, это сделал, положил всю сумму, попросил в ответ сбросить транспортную кладную, транспортную компанию, чтобы отслеживать прибытие в город. На следующий день не поступило ничего, я позвонил этому продавцу, он сказал, что там у него какие-то сложности будет завтра. На следующий день опять случились какие-то сложности, погодные какие-то свои были. Или еще завтра, через некоторое время перестал бы совсем брать трубку. При попытке позвонить с другого номера телефона, Лисис Майл, которого я звонил раньше с другого, он вступал в диалог, но узнав мой голос, бросал трубки. То есть прошла неделя, теперь телефон недоступный и концов нет. При просмотре в интернете, по номеру этого телефона, фамилии этого продавца, выяснилось, что я уже не первый, такой были случаи раньше. Торгуют в основном во Владивостоке, отдают объявления на сайте Авито, о каком-то товаре мотоциклы, какие-то бездокументы, гидроциклы, запчасти на машину по низким ценам, дает номер сберкарты и пропадает. Вчера я выходила в интернет и была в сбербанке онлайн. Как раз хотела провести операцию по платежам. В это время всплыло окно с предложением от сбербанка, чтобы получить бонусы на свою карту и получить возможность выиграть тысячу рублей. Так как было написано, что Сбербанк онлайн, поэтому я даже ничуть не сомневаюсь и ввела свои данные. В результате чего мне по СМС пришел пароль, который должна была ввести всплывающее окно, и я его ввела. И с меня были списаны денежные средства в размере тысячи рублей. При этом никаких ни бонусов, ни денег на счет мне не поступило. Не разобралась ситуация и неправильно поняла рекламу и попалась на удочку мошенников. Это все деньги были на вашей карте, да? К счастью, да. На моей карте было 1200 рублей, поэтому они сняли ровную кратную сомну. Было больше, но мы сняли бы больше. Скажите, а в Сбербанк выходили сегодня, да, в отделение? Да, я ходила в Сбербанк, взяла выписку о совершенных платежах. И с этой выпиской пришла в милицию. Я хотел приобрести запчасть на свой автомобиль. Нашел в интернете сайт parts1.ru, где имелись запчасти необходимые мне. Сделал онлайн заказ, перечислил продавцу денежные средства в размере 25600 рублей. В результате по истечении срока две недели оговоренного с продавцом контакты не отвечают, денежные средства никто никак не возвращается. И товар вам, естественно, не поступил. Сайт продолжает свою работу, принимает заказы, автоматически генерируются сообщения на e-mail, но, естественно, никто не перезванивает. Продолжение следует...